Привет, я Ваня, а это у нас в гостях пришел Артем. Сколько лет Артему? 8 лет. И он хотел давно с нами порисовать, и вот мечта сбылась. Мы рисуем. Что рисуем, кстати? Танк. Танк. Рисуем фломастером. Вот такими рисуйте фломастерами от нас. Гамма-мультики двухсторонние. Берем два листка, бери, какого цвета. И сегодня, да, мастер-класс от Артема, как рисовать танки. Не я буду учить, а Артем надо будет учить. Начинай. А я буду копировать за тобой. Я тебе советую черным рисовать или серым? Каким ты хочешь нарисовать? Зеленым. Зеленым сразу? А я думал, мы как бы контур, а потом раскрасим зеленым. Было бы здорово. Давай черным. Точно. Все, рисуем черным. Ребята, хватайте черный фломастер, рисуйте с него начать. И надо постараться, чтобы он был посередине, чтобы хорошо ребятам видно было, понимаешь? Чтобы он был вот примерно вот тут. Твой танк. Чтобы хорошо было видно. Они же срисовывают. И Артем сейчас нам покажет жар. Давай, начинай. С чего начинаем? Вот здесь, ребят. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь гусеницы. Так, давай, показывай. Ты первый слышишь? А я точно копирую с Артема. Давай так. Сюда. Сюда, 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 сюда. И вверх, да? Опа, это гусеницы. Как видите, у Артема наверняка какой-то такой супер мощный танк. Он даже с квадратными колесами находит. Давай рисуем колеса следующие или что? Колеса давай. Так, сверху маленькие колеса. Так. А внизу большие, ребят. Внизу большие колеса. Ну, это легко. Пока что я пока могу справиться. Пока. Ого, вот так. И вот здесь тоже. Отлично. Ага. А это что такое? Вот это поваляешь. Это гусеницы такие. Они так и ездят. Зацепки, да? Точно. Видите, Артем внимательно смотрит на то, из чего танк состоит. Я думаю, можно еще вот эти добавить. Как бы оси, чтобы как они крутились, да? Более круто было. Дальше. Следующий этап рисования танка по версии Артема. Это что такое? Это, наверное, корпус танка. Да. Ну, это так. У тебя такой квадратный танк будет, а у меня такой будет кругленький танк, да? Вот такой вот кругленький. Еще пушка может быть. Пушка? Давай, давай, давай. Давай твой будет на меня направлен, а мой на твой направлен будет. Давай. А здесь я свою пушечку рисую. Я бы сказал пулемет. Так. Хорошая же идея. Так. Дальше, дальше. Ты рисуешь. Что это такое? Это башня называется. Башня. У танка есть башня. Я рисую ты квадратную, а я рисую круглую. У нас все наоборот. Он квадратный, я круглую рисую. Так. Башня есть. И, конечно же, пушка. Пушка. Отличная пушка. А знаешь, еще на конце можно рисовать такую штуку. Я не знаю, зачем она нужна, но я в детстве рисовал всегда такие. Здорово. Что есть еще у танка? Расскажи. Есть у него кабины и пулемет тоже. А, еще пулемет будем рисовать? Давай, показывай, как ты будешь пулемет рисовать. Так, так, так. Ага, такой небольшой. Я бы назвал вот это, это как бы люк для того, чтобы залазить. Так, правильно? А здесь я уже креплю пулемет. Держалка такая, пулемет и такой вот уже пулемет. Би-би-би. Это на мини УЗИ похоже. Ну, мощнее, значит, стреляет крепко. Так, раскрашивать. Теперь будем раскрашивать. Каким цветом раскрашивать? А я знаешь, какой возьму? Я возьму светло-зеленый, темно-зеленый и коричневый зеленый. И коричневый просто возьму цвет. Вот он у меня есть. И у меня будет хаки. Я красный возьму и зеленый. Отлично, давай раскрашим. Но так не будем стараться сильно, потому что мы с твоей сестой так рисовали. Она так старается ровно раскрасить. И это здорово, но очень долго, да? Расскажи про себя. Сколько тебе лет? Нет. Девять с половиной. Ходишь в школу? Да. Отлично учишься? Да, хорошо. На пятерке? Да. А, это хорошо. Мы пятерочников любим пощекотать. Смотрите, я рисую танк-хаки. Это значит, я нарисую разные кусочки зеленым. Ты российский. А ты российский. Здорово. Я в детстве очень любил танки рисовать. А сейчас, знаешь, как-то больше деревья рисуется. Все-таки хочется какой-то спокойности, природы, знаешь. Но танки круто. Многие меня просят рисовать, но теперь-то я буду знать, как рисовать. Если что, я буду отправлять к Артему, буду говорить, так, вы видели, как Артем рисует танк? Вот так рисуйте. Классно я буду к тебе отправлять, ребят, чтобы они срисовывались с твоих танков. И хотел спросить, ты любишь смотреть Ютуб? Очень. Обожаешь? А сколько ты его времени смотришь в день? Полчаса. Полчаса, это хорошо. Это, кстати, нормально. Какие каналы ты любишь? Я больше всего А4. Владыч, я даже у тебя футболку видела, Влад А4, да? А, круто. Ну, круто, да. У наших нету Влад А4. Вообще, я не очень Ютуб недолюбливаю Ютуб, как бы. Мне кажется, там много глупостей. Согласен? Ну, типа вот нашего канала Рыбакит. Сидим, просто рисуем как-то. Мне кажется, вот бы мы спортом занимались, да? А, ты классно раскрасил, кстати. У тебя получилось такой, прям и звездочку нарисовал. Ну, здорово, здорово. Умеешь. Я смотрю, ты дома не зря про это. Тренируешься и рисуешь танки. Хорошо. Мы еще, когда ходим в гости, мы всегда включаем Ютуб и срисовываем все. О, ну тоже, тоже хорошо. Особенно хорошо срисовать с тех рисунков там, где попроще, согласись, да? Вот как мы с тобой нарисовали. И просто, и интересно. И вот танк нарисован. Так что, предложи, какие еще варианты ты бы мог порисовать? Что бы ты? Ты еще хотел нарисовать нож и машины, да? Брау Старс. Брау Старс? Брау Старс – это отдельная история. Амон Касс. Амон Касс, да. Амон Касс, кстати, просто рисовать, да? И можно раскрасить по-разному. Шляпу нарисовать какую-то, да? Так что, вполне возможно, ребят, в следующий раз мы нарисуем Амон Касс. А ну что? Что пожелаешь ребятам? Передашь, как бы, возможность. Они тебя посматривают. И что бы ты им пожелал? Смотри туда. Смотри. Эй, ребята! Мы здесь! Я вам желаю не болеть. Я желаю, кто любит правоста, чтобы всем бойцом вымели. Ну, хорошо. Ну, вообще, давай просто пожелать. У нас же канал по рисованию, правильно? Давай пожелаем, чтобы все любили рисовать. И если вам нравится, то приходите к нам. И чтобы еще все красиво рисовали. Может быть, да. Красиво – здорово. И чтобы у вас получалось то, что вы захотели. Хотели нарисовать – сели, и у вас получилось. И тогда все здорово будет. Все. Пока-пока. Да. Здравствуйте. Продолжение следует...